добрый день друзья сейчас будет уже можно сказать контрольные ролики с бройлерами мы с вами можно сказать их садили на выращивание даже нельзя сказать на выращивание на доращивание и мы с вами делали взвешивание каждую неделю мы с вами их пропаивали они заболели потому что мне кто-то кто-то какую-то заразу принес на хозяйство мы их пропаили термексином сегодня понедельник я их пропаивал последний день это воскресенье не это что вчера было а то что было на прошлой неделе то есть сегодня восьмой день после термексина можно убирать на пятый день так что все чисто не переживаем потому что сейчас будут некоторые зрители писать что типа как бы антибиотики антибиотики почитайте сроки выведения то бишь коренации ну и успокойтесь вот так я брал 15 бройлеров 5 красных red bro и 10 обычных я не могу сказать это куба или росы я не спросил не знаю сейчас я убрал 5 красных и 1 белого бройлера 6 штук я их купил за 1450 гривен потому что красные были по 135 за штуку это 675 даже получается 1475 а не 450 ну в общем чтобы округлить буду считать полторы тысячи а белых я взял по 80 гривен ну в общем получается 1475 округляем полторы тысячи они стоят корм я им покупал ростовой бройлерный по 15 гривен за килограмм даже чуточку дешевле там 595 за 40 килограмм я им купил 100 килограмм они не съели 100 килограмм потому что я кормил другую птицу с этого мешка и с одного и со второго где-то съели 70 килограмм они ну плюс-минус вот так но давайте считать как бы вот эти 70 килограмм округлим тоже 100 килограмм это полторы тысячи по 15 гривен за килограмм там 1490 получается что стоимость содержания бройлеров и покупки так как они съели 70 я не буду учитывать трамиксин они выпили 5 пачек за даже 7 210 гривен в общем будем учитывать что они съели полторы тысячи и стоят полторы тысячи то есть три тысячи гривен зачем я это все рассказываю я пытаюсь вам показать что держать бройлера выгодно но из-за болячки у меня отменис от минусовалась три белых бройлера и осталось осталось всего 12 штук из 15 и теперь чтобы узнать окупились ли они нужно их взвесить по себестоимости мяса ну как бы посчитать да сколько стоит мясо мясо у нас продают от обычных бройлеров вот здесь вот это белый бройлер он немножко отличается он как бы более массивный ножки у него это он такой более сбитый и вот пять вот этих красных бройлеров вот эти вот по 150 гривен за килограмм этот 120 130 это такие у нас цены ну и теперь чтобы просто узнать выгодно было мне держать эту партию с вот таким минус 3 цыпленка или нет их нужно просто взвесить по цене 150 гривен да за килограмм вот так ну можно сказать что красавчик да прям красавчик получается что затраты на содержание как бы изначально 15 бройлеров а в конечном итоге 12 у меня ушло 3000 гривен вот так теперь теперь нужно чтобы было более 20 килограмм мяса сегодня будет первая часть завтра будет вторая часть все сплюсуем и будем как бы увидеть даже с таким по с такой потерей вот на двоих 5 килограмм эти чуточку поменьше вот этот прям большущий да давайте его тоже покладем 2 300 не такой-то он уже и большущий да немножечко два крыла сломалось это не страшно вот так смотрите опачки ну и вот так все смотрите так хоть бы не выпал хоть бы не выпал вот так смотрим по этой цене тут вот на 2090 гривен вот этот бройлер стоит чуточку дешевле на 30 гривен то есть где-то за два триста 70 гривен там и есть да то есть будем считать что эти бройлеры эти бройлеры на 2000 гривен а там у меня еще 7 осталось то есть я убрал меньшую часть 6 штук а там еще 7 но те 7 чуточку по весу поменьше поэтому скорее всего те 7 штук могут быть примерно на такую же сумму тут вы видите на 2000 гривен получается получается что ну как бы я убрал можно сказать половину а половина затрат это полторы а мы получаем 2000 гривен еще есть вот на печеночный торт да будет так что даже по сегодняшнему дню я могу сказать что на как бы эти бройлерки себя окупили даже с тем что у меня пропало три бройлера при том совсем недавно на прошлой неделе уже можно сказать большими если бы я их не пропаивал то я бы их мог как бы ну они можно было их убрать хотя бы там куда-то да но так как я их пропаивал то я их просто как бы ну выбросил ну вот такие вот дела с бройлерами я держу бройлеров не первый раз и сколько бы раз я их не держал в каких бы вариациях они у меня не были суточного с подрощенного с прям большого я думаю мне кажется я не знаю у меня есть плейлист бройлерами если нету то нужно пособирать ролики у себя по каналу и создать плейлист с бройлерками но как бы потому что кому-то будет интересно вы меня постоянно спрашиваете о пропойках вы мне постоянно спрашиваете о кормлении я всегда всегда стараюсь рассказать так чтобы ну как бы потенциальным заводчиком этой птички было легко так как мне легко так чтобы и вам было легко с бройлером очень легко потому что с ним ничего не нужно делать особенно с подрощен ты его посадил кормишь поешь ну вот и чтобы было тепло получается что из-за того что мне нужно было его выгнать из сарая он сидел немножко прохладном помещении вот за этого начал чихать и вот за этого у меня получился падеж а так бройлером настолько легко что особенно если вы покупаете подрощенного сейчас купить подрощенного абсолютно не проблема мне кажется у нас тут везде вот кто не продает бройлера у них всегда есть подрощенный бройлер вы его взяли если переживаете пропоили как бы пропоили обычной стандартной пропойкой от болячек как бы от коксидиоза и витаминками и все подержали чуть-чуть и убираете уже вот такие вот красивые небольшие тушки получается что этому бройлеру белым бройлером полтора месяца он здесь один с весом 2 300 полтора месяца 45 может 47 ему дней ну на крайний случай 50 потому что я не знаю сколько дней когда его купил сколько ему было мы тогда считали просто по таблице отталкиваясь от его веса на тот момент вот так а красному точно я знаю сейчас ему я его брал в четверг ему было 47 дней сегодня понедельник то есть получается что я его продержал ровно 31 день четверг было 28 пятница суббота воскресенье вот тридцать один день сегодня и 47 это получается что ему семьдесят восемь дней то есть ему два с половиной месяца и за два с половиной месяца красный бройлер давайте его назад раскладу красный бройлер по размеру ничуть не больше чем белый бройлер полтора месяца ну как бы я думаю что это заметно и мне кажется что у красного бройлера будет мясо чуточку пожестче вот вот на сегодняшний момент от сегодня вот один белый бройлер они тут не он вот он вот он даже немножечко отличается по цвету он такой более бледноватый потому что он немножечко молодой а вот эти все остальные вот это красный бройлер они уже и жирка наели ну как бы этот видно да эти чуточку желтее но а уже знать понравился мне он или не понравился по плотности мяса по вкусу какое оно будет я уже вам смогу сказать чуть попозже когда мы одного наверное на костре приготовим ну и потом уже будут какие-то у меня выводы по этому бройлеру но на данном этапе даже при том что они немножечко приболели давайте вот самого меньшего узнаем какой у него вес вот восемьдесят один день до ой 30 77 дней 78 дней а вот так почти два килограмма то есть если считать его цену 135 гривен за штуку которую я за него заплатил да и 100 гривен который он съел то есть это двести тридцать пять а и он вытягивает на двести девяносто даже при том что он маленький он все равно себя купил ну вот я о чем говорю так что вот так кто хочет быстрого мяса я вам рекомендую бройлеров это очень быстро и курятина это очень вкусно кто со мной будет спорить это ваше мнение я думаю вот так так что как то так все ребят всем большое спасибо за просмотр будут на фарш несколько обрезаться короче вот с бройлера вот точно можно делать что угодно с обычного петуха вот который бульонный там или на суп да это такой вкус детства лапшичку варишь а бройлер и на суп подходит и на холодец можно и на фарш можно сделать и запечь в духовке очень много применения для бройлера так что как бы бройлеров не любите это это я не знаю мне очень нравятся бройлеры все друзья всем большое спасибо за просмотр завтра будет вторая часть и мы сплюсуем сегодня запоминаем две тысячи гривен ну там на 290 но я вам ну как бы я думаю вы поняли о чем а что будет завтра уже увидим завтра еще 7 бройлеров так что как то так все друзья всем пока пока